Сегодня мы будем разговаривать о медведях. Скажи, какого медведя ты знаешь, кроме русского бурового? Северного, белого. Нет. Какой медведь не разочарует дальтоника? Белый? Нет. Какой медведь является самым толерантным медведем в мире? Куала. Нет. Он белый, он черный, он азиат. А, панда! Ну, этого стоило и ожидать. Да! А что может быть лучше одной панды? Две панды? Да. Кажись, я даже описался. Всем привет! С вами аристократ Илави. А это наша рубрика о фигурках, в которой мы рассказываем вам про классные фигурки от разных производителей. Сегодня в нашем выпуске будет сразу две фигурки от компании 3A. Это Panda Merck Hanson Wu. И Red Panda Merck Little Shadow версия 2. Обе фигурки выполнены в масштабе 1 к 6, относятся ко вселенной PotBot, к арке Adventure Cartel. Да, а художник наш любимый и известный всем Эшли Вуд. Я думаю, что давай начнем с классической панды. Покажем вам всегда коробку. Большая красивая. Довольно большая коробка из картона средней плотности, без окошек. На всю лицевую поверхность крышки нанесен арт с ву. А по ее бокам расположены названия линейки и фигурки и логотип компании. На обороте, помимо половины арта с лицевой стороны, также присутствуют миниатюры артов с персонажами из линейки Adventure Cartel. А в самом низу предупреждения, логотипы и прочая юридическая информация. У такой замечательной коробки не менее замечательное содержание. Да, должно быть. Должно. Внутри мягкий блистер. Коробочка, кстати, тоже такая. Ну, как все, второе, что в компании 3A. Здесь плакатик. С одной стороны иллюстрация. С лицевой стороны коробки. С другой стороны комикс. Комикс. Мы его переведем, выложим в группу. Вышла фигурка в мае 2014 года и стоила на момент релиза 140 долларов. Да, продавался он как отдельно, так и в паре с другим наемником под кодовым названием FLEGION 6023. Да, у них была одна общая большая коробка, это был сет. Версия с сетом. Сама фигурочка. Рюкзачок. И пакетик с гранатами. Вот, собственно, все, что есть в коробке. Ну что, покажем крупные планы? Да. Фигурка наемника Ву размером 30,5 см облачена в мягкий ростовой комбинезон классической китайской панды, который можно полностью застегнуть. Под ним на фигурку надета футболка с рисунком и штаны. На ногах военные ботинки, выполненные из кожи. Подвижность у точек артикуляции хорошая, но когда фигурка в комбинезоне, посадить его на шпагат никак не получится. Поверх комбинезона на фигурке надеты два пояса. Один с подсумками, второй аж с четырьмя кабурами, в которых лежат пистолеты. Все это полностью интерактивное. Все можно расстегнуть, открыть и вынуть. Пистолеты также интерактивны. Идущие к ним в отдельном кармашке каждой кабуры магазины можно вставить в рукоятку. Помимо пистолетов, у Ву есть набор стандартных триашных гранат синего цвета. Они прекрасно цепляются за петли, также идущего в комплекте большого рюкзака. Наша следующая фигурка, фигурка женского персонажа красной панды. Да, у этой мадамы, кстати, очень занимательный бэк. Расскажешь? Да, конечно. Решила она сделать необычный подарок своему парню Томми. И заказала его убийство. Ну, все как обычно. Я стесняюсь спросить, ты знаешь, как обычно? Подразумеваю, не мешай рассказывать. В общем, заказала она его убийство, но не у простого киллера, а у мертвого космонавта. Все как обычно. Да, а мертвый космонавт из тех киллеров, которые не останавливаются, если получили заказ, и пока его не выполнят, и не сделают засечку у себя на лице, их вот не остановишь. Не хотел бы оказаться на месте этого Томми. Почему? Ай, не важно. Ну, так вот. И, в общем, потом она передумала. Ох уж эти женщины. Ну и что, Томми хана? Нет. Говорю же, не мешай рассказывать. Звонит она, значит, своему другу Ву. Вот этому? Да. Дергает его с войны. И говорит, знаешь, я тут накосячила, короче, надо помочь мне исправить мою ошибку, грохнуть мертвого космонавта, чтобы тот не грохнул Томми. Потому что я передумала. Классно, да? Вот это любовь. Ай, зачем я только все это спросила? Ладно, давай покажем, может, коробку. Вытянутая прямоугольная коробка небольшого размера, без окошек, и также из неплотного картона. На весь периметр крышки нанесен арт с красной пандой и надпись в виде граффити. На обороте все так же стандартно, предупреждение, логотип и юридическая информация. Красная панда вышла чуть позже своего друга-наемника, в феврале 2015 года. И на сайте bombalandstorm.com стоила 130 долларов с учетом доставки. Ну что, открываем? Да, давай покажем. Ради этого мы не собирались. Сама фигурка также в мягком блистере. Пакетик с дополнительной кистью. И гранатки, они здесь прикреплены снизу. К упаковочке. Буклетик. У нее, кстати, нет плакатика получается. У нее только буклетик. Тетка и дядька. Ой, ой, ой. И посуду, иди кабак. Фигурочка красной панды. Казачок тоже на ней есть, он уже одет, снимается. Все, крупные планы? Давай крупные планы. Няшная панда снаружи, опасный убийца внутри. Чумовой комбинезон рыжего цвета, который можно полностью застегнуть, как и у наемника Ву, и очень приятный на ощупь. Поверх комбинезона надет пояс с подсумками, которые открываются, а на сам пояс можно нацеплять гранат. И рюкзак, тоже с петлицами под гранаты. В сам рюкзак можно положить дополнительные детали от фигурки, чтобы не хранить их отдельно и не потерять. В комплекте с тенью идут только одна сменная кисть и пяток гранат. Размер красной панды будет поменьше, чем у Ву, почти 25,5 сантиметров. Как и большинство целлоидов от Триа, тень также имеет 30 точек артикуляции, и все они прекрасно подвижны, с одним только ограничением у ног, когда она в комбинезоне панды, как и у Ву. На ногах у фигурки кеды. Когда еще у женской фигурки Шлевуда на ногах было что-то, кроме туфель на шпильке или мега-платформе? Фигурку можно поставить на полку как в комбинезоне, так и без. Под ним у панды черная футболка и джинсы. Не нарушайте закон. Иначе опасные панды придут за вами. А на сегодня у нас все. Ставьте лайк видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Рассказывайте о нас своим друзьям, а мы и дальше будем радовать вас опасными фигурками. Очень опасными. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok